всем огромный привет наконец-то я могу похвастаться готовым изделием шарфом из стопроцентного кашемира от фирмы тот и duncan я заранее извиняюсь за возможно посторонние звуки в видео но снимаю рядом с ребенком как могу занимаю его чтобы у меня было хотя бы пару минут похвастаться вам готовым этим изделием вязался он у меня очень долго ну наверное больше года как-то мелкие спицы два с половиной и темная пряжа не особо располагали к этому чтобы вязать более быстро но когда уже скажем так я поставила себе цель его такие завершить тут дело полетело и последнее наверное но больше 50 не наверное больше даже метра я связала вот за ну может быть за месяц может быть за два то есть за вот последнее время когда я уже решила за него взяться так крепко пряжи классная в кашемир этот я рекомендую ну что сказать покупала я данный кашемир еще находясь в алмате это естественно стоковая пряжа поэтому где его взять ну конкретно этот артикул и этот цвет я точно не скажу но наверное повторюсь это хороший производитель и кашемир от тот и duncan я рекомендую ну собственно особо каких-то трудностей и кроме того что просто его было скучно достаточно вязать я не находила до периодически делала какие-то ошибки но поднимала петли то есть перевязана как бы перевязывала локально до поднимала исправляла ошибки и в общем то ничего страшного узор вы может быть сейчас видите немного вытянут но я думаю это связано с тем что во первых я вязала вот это уже наверное часть которую да это часть которой я вязала последнее время я уже вязала по свободнее чем в начале вязания но наверное это связано было с тем что мне уже хотелось его поскорее закончить ну и плюс я хорошо выучила узор и не теряла времени на то чтобы там где-то что-то подсмотреть узор я комбинировала сама то есть но тут ничего сложного собственно резинка один на один затем жгуты на разное количество три через три две через две опять же две через две три через три петли лицевых здесь аран но я думаю в интернете можно легко по моему это сайта оверчиво но не помню точно и все в обратном порядке такое же заканчивала и начинала я резинкой наверное давайте я вам сейчас вставлю кусочек видео на когда я вот вчера снимала я его в этот шарф довязала и готовилась стирать наверное так будет ну как бы логичнее и потом я к вам вернусь после того как вы посмотрите каким он был до вто потому что до вто он был страшненьким всем огромный привет я очень рада снимать это видео сегодня 7 июля 1950 я наконец-то закончила вязать этот шарф слава богу я этому очень рада снимаю в таком освещении новий естественном на подоконнике потому что сейчас я пойду стирать этот шарф убирать эти все шерстинки с помощью липкой ленты вы уж извините что я вот сейчас показываю с этим всем мусором на шарфике но нет у меня времени пока ребенок спит мне нужно быстренько провести в это я наверное уже вставила в начале видео часть эту часть где я вам показываю его уже во всей красе ну посмотрим как это все смонтирую но в общем то смысл какой я буду поэтапно снимать вот сейчас я хочу снять то как он выглядит до вто я замеряю сделаю замеры его до вто сколько он весит какие длина ширина вот и сколько у меня осталось пряжи и потом посмотрим каким он станет после стирки полотно такое ну смешное конечно и новые сами прекрасно знаете я думаю те кто вяжет из бобиной пряжи в основном это пряжа пропитана не вся но очень скажем большая ее часть и после стирки она конечно же вообще совершенно другая здесь я вязала два с половиной спицами в две нити тут полторы тысячи метров 100 граммах 1400 метров 100 граммах это каши мира тот и дан тот и танка закрывала я есть такой способ эластичный способ закрытия резинки без иглы вот я им закрывала и кстати смотрите как некрасиво как некрасиво вот в этом месте но ничего господи кто там будет смотреть на этот нюанс тут немножко так как-то в резинку входит некрасиво но это уже я придираюсь закрывала я вот этим вот способом с накидами без иглы просто спицами мне хотелось все это как можно быстрее завершить наборный край у меня самый обычный но тоже в какой-то степени эластичный но такой и вот закрытие более как бы фалдит более мне кажется растянутый край получается но я посмотрю если мне после этого не устроит меня то как выглядит этот край я распущу и закрою ну наверное обычным способом без накидов а вообще если вот сейчас я вязала шарф начинала и заканчивала но начинала то я бы начинала с итальянского набора и заканчивала итальянским набором потому что так изделие выглядит более фабричным и более профессиональным но уже как есть как говорится ешь не буду тут распускать скорее всего были у меня тут ошибки периодически но кто их не делает я их делаю периодически но они незаметны то есть они не бросаются в глаза то есть может быть где-то тут вот этот маленький ромбик может чуть больше в каком-то месте ну что-то такое а вот ну что сейчас я его взвешу а наверное я при вас его взвешу и расскажу какие размеры так длина его 175 сантиметров хотя я конечно очень хотела 180 ну да ладно ну естественно и не растягивала его сейчас чтобы дотянуть до 180 175 сантиметров длина ширина местами 22 сантиметра местами 20 с половиной вот 22 сантиметра это ближе к концу я здесь просто уже видимо более свободно и рыхло вязала торопилась и не затягивала сильно ниточки но да тут видно что более рыхлое вязание вот и сейчас мы взвесимся ну и весит он 150 ну будем считать 150 грамм осталось у меня 326 грамм и минус где-то 80 то есть 200 200 200 то есть где-то 246 граммов у меня осталось принципе при большом желании мне даже может хватить на свитер но вряд ли я буду взять такой свитер такого цвета вот все ребятки я прощаюсь на какое-то мгновение да с вами я пошла чистить от шерсти мусора перед стиркой шарф и потом его стирать увидимся уже наверное завтра когда мы шарфик высохнет и будет во всей красе надеюсь все пока снова здравствуйте да что я хочу сказать еще по этому шарфику закрывала я здесь мне наверное сказала только что в этом видео отрывки я закрывала здесь способом без иглы с накидами эластичный способ и ну он такой достаточно свободненький получился но в принципе за счет того что я вот здесь убавляла вот здесь в этих ранах вернее в этих жгутах убавки делала перед резинкой не фолдит так сильно полотно то есть немножечко совсем в отличие по моему вот здесь вот сейчас я вам покажу в принципе и здесь все нормально ну я не знаю видно или нет но вот эта часть она более свободная более широкой и полотно более эластичная вот это немножко такое ну как сказать более упругое здесь я начинала вязать и нет ниточку затягивала потуже мне все казалось что будет совсем соплива извините за такое сравнение вот еще какой момент на будущее для себя поняла вот эти вот края это хорошо что они обработаны как бы они оформлены в виде резинки один на один но когда она сочетается с жгутами и ранами которые стягивают полотно то она немножко фолдит и вот я думаю вам видно я ее когда ну шарф можно сказать не блокировала просто раскладывала я очень внимательно уделяла этому время потому что внимание потому что вот эти вот места были такие волнистые и я его укладывала так чтобы ну более менее ровные были края на будущее я хочу я извиняюсь на будущее я все-таки планирую если вязать какой-то шарф то оформлять край каким-то жгутом не обязательно вот таким перекрестом можно вот знаете v-образный такой вот змейка ну в общем неважно главное чтобы это был какой-то жгутик тогда он будет более плотным он будет край подтягивать немножко и вот этого вот волн этих не будет ну что еще сказать я довольна мне очень нравится да я наверное подпишу сколько он весит после vto потому что до vto он весил 150 грамм а вот размеры его ширина так и осталось 22 сантиметра но уже везде 22 плюс-минус я здесь растянула его так все это разложила потому что то был 20 с половиной тут было 22 в общем асимметрия была небольшая опять же за счет более свободного вязания уже в конце а длина стала 184 то есть он вытянулся да он вытянулся и так прилично ну как 8 сантиметров по моему вот то есть то что я хотела я хотела просто чтобы было было длина 180 сантиметров и все все супер все у меня получилось огромный конечно минус темной пряжи в том что если у вас есть домашнее животное а у нас она есть то конечно вся шерсть на нем я с липкой лентой плясала возле этого шарфа перед стиркой чтобы убрать ну хотя бы по максимуму шерсти кошачью и вот сейчас все равно периодически то там то там снимаю какие-то мусоринки пылинки ну как бы это минус любой темной вещи пряжа невероятно мягкая нежная полотно очень струящееся но я думаю вот вы видите прекрасная вообще тоненькая и в то же время ну достаточно теплая до перед тем как попрощаться скажу пару слов о вто я стирала в теплой воде руками сначала порошок плюс средства для темного в общем я так нет у меня средства для шерсти надо будет купить обязательно для деликатных вот таких изделий кашемировых и все такое вот я простернула сначала в этой гремучей смеси потом добавил потом сполоснула добавила шампунь постирала уже хорошо так в шампуне и сполоснула при помощи маски для волос выполоскала потом до чистой воды вот отжимала тоже руками и раскладывала все это на полотенчика в горизонтальном положении чуть-чуть сегодня уже когда практически подсох шарф весь я прошлась с изнаночной стороны паром из утюга в тех местах где были вот эти вот пукну такие как бы волны там большая к середине шарфика вот ну наверное все если есть у вас какие-то вопросы задавайте попробую еще вам снять вот под таким углом в таком ракурсе может быть так лучше будет видно но вообще вся текстура полотна цвет засвечивается конечно когда просто сам шарф камера пытается высветлить его но он сам по себе такой темный темный еще знаете чтоб только что подумала а представляете если бы это был у него такой ну узкий ну как не узкий он средний шарф да а если бы это был два раза шире такой вот но почти палантин представлять как бы это смотрелось но она и так смотрится очень красиво но это так лучший враг хорошего называется я изделием очень довольна правда будь здоров вот а теперь вздумаю что же вязать дальше вы же знаете нас две проблемы первое закончить наконец-то что-то да а вторая а что же теперь начать но благо полный диван у меня пряжи некуда девать поэтому надо будет сообразить что-то из того что есть у меня есть один кстати очень интересный проект в голове в планах с пайетками со вспушенным кашемиром в перемешку с обычным кашемиром цвета что-то среднее между сливой гнилой вишней вот так вот вам удочку забрасываю но все впереди все пока на стадии все пока на стадии обдумывания мечтания планирования у меня просто нет пайеток в тон такой пряжи их практически не бывает но во всяком случае я не встречала пока в наших магазинах нигде такие чтобы были какие-то бордовые или винного цвета или какие-то коричнево бордовые пайетки на бабе непонятное дело в общем может даже буду сама плести вплетать их в шнурок из шелка не знаю в общем в планах что-то такое но может быть ближайшем самом будущем я буду вязать что-то попроще из того что у меня уже готовое есть вот ну и покажу вам постараюсь во всяком случае показать вам этот пушок богатый кашемировый с первой стирки естественно не весь пух выбился показался но уже что то есть вот ну в общем то смотрится как мне кажется готовое изделие богато и достойно ну вот так могу вам показать потому что снимать сами понимаете особо возможности сейчас нет ну и еще хочется же так показать чтобы не засвечивалась вот вот сейчас это реальный цвет вот такой вот темный не знаю это какой-то ежевичный уже не помню как назвался этот цвет вот и вот смотрите вот все сразу же ёськина шерсть на нем ну вот то о чем я говорила да вот вытягиваются края они широкие ну как они фалдят по сравнению с вот этим полотном все равно я его очень люблю я прям не могу на любоваться до девочки сегодня день то ли день вязальщицы то ли день вязания на публике я вас этим поздравляю с нашим маленьким праздником я желаю чтобы у вас всегда было в голове целый рой идеи чтобы вы горели чтобы ваши глаза блестели от счастья от вдохновения от любви от радости лучше пускай у вас не будет где-то хватать времени или возможностей но пусть у вас всегда будут хачушки а там вселенная поможет вам их осуществить я вам желаю чтобы вы вязали в удовольствие чтобы вы не вязали из чего бы вы не вязали чтобы это было удовольствие спасибо вам большое за внимание и до новых встреч всем пока